В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте! Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию коррупции направлена прежде всего на укрепление законности в защиту прав граждан и организации, охраняемых законом интересов общества и государства. О восстановлении в судебном порядке прав лиц, пострадавших от коррупционных правонарушений, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Антон Малышев, прокурор отдела по обеспечению и участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Сахай-Якутия. Антон Андреевич, здравствуйте! Здравствуйте! Что такое коррупция? Какие действия можно отнести к коррупционным правонарушениям? Коррупция – это незаконное использование своего служебного положения или злоупотребление полномочиями для получения себе или третьим лицам денег, имущества или иных каких-либо выгод. Также к коррупции можно отнести незаконное предоставление таких выгод лицу, которое занимает служебное положение или наделено полномочиями, дача получения взятки, коммерческий подкуп. Все эти действия совершены от имени или в интересах юридического лица, также являются у нас коррупцией. Какие средства в борьбе с коррупционным правонарушением наиболее эффективны? Наиболее эффективное средство борьбы с коррупцией – это средства по профилактике коррупционных правонарушений. Это прямо закреплено в федеральном законе номер 273 о противодействии коррупции. Так как основным мерам данная профилактика относится формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, антикоррупционной экспертизы за правовых актов и их проектов, предъявление к установленным законам порядки квалифицированных требований гражданских гражданам, предъявляющих на поступление на государственную и муниципальную должность, то есть предоставление справок о доходах и расходах. То есть каждый гражданин, который хочет поступить в государственную службу, в муниципальную службу, он обязан предоставлять справки о доходах и расходах. И их, соответственно, проверяется их достоверность. И в случае выявления факта того, что справка была предоставлена недостоверно, это влечет за собой вплоть до увольнения. Какие виды коррупции распространили у нас в республике? Насколько они вообще активно действуют у нас? Давайте остановимся на том, какие у нас есть виды ответственности за коррупцию. Виды ответственности за коррупцию у нас это уголовная ответственность и административная ответственность. И в зависимости от тяжести совершенного деяния. Кроме того, антикоррупционная политика предусматривает ряд превентивных мер. Например, контроль за последующей трудовой деятельностью лиц, увольненных с государственной или муниципальной службы. Одним из требований антикоррупционного законодательства в отношении лиц, замещавших должность государственной или муниципальной службы, является обязанность в течение двух лет после увольнения со службы при заключении трудовой или гражданской правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, работы, куда он устраивается. Также трудовой кодекс устанавливает, что указанные граждане имеют право замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входило в должностные служебные обязанности государственного или муниципального служащего только в согласии соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов. То есть, если государственный служащий либо муниципальный служащий решил устроиться на работу в какую-то коммерческую организацию, он обязан об этом уведомить работодателя, а работодатель, соответственно, в последующем обязан уведомить уже непосредственно государственный или муниципальный орган. По итогу собирается комиссия по урегулированию конфликта интересов и решается вопрос, может ли он осуществлять свою деятельность в данной какой-то организации, либо не может. Либо его там работа может повлечь какие-либо коррупционные риски. То есть, если имеются высокие коррупционные риски, соответственно, никто вот этому государственному или муниципальному служащему не разрешит работать в какой-либо коммерческой организации. Какая вот ответственность, если вот лицо не сообщило, ну работодатель не сообщил сведения о том, что у него работают бывшие там служащие, муниципальные или государственные служащие, за это предусмотрена административная ответственность. По статье 19.29 Кодекса административных правонарушений, штрафы там за данное административное правонарушение значительные. А также коррупционные действия могут быть совершены в форме передачи служебной информации заинтересованным лицам или ее использования в противоправных действиях. Таким образом, за действиями коррупционного характера возможно наступление и дисциплинарной ответственности, которая, однако, не исключает повлечение виновного к иным видам ответственности административной, уголовной при наличии к тому основания. То есть и дисциплинарные ответственности также привлекают. Могутся работника кадровой службы также привлечь, который не проследил этот момент, допустим, и не уведомил своевременно бывшего работодателя, там, госоргана, муниципальный орган. Какие органы борются с коррупцией в России? Ну, федеральные органы, органы местного самоуправления, органы правоохраны, это прокуратура, соответственно, органы внутренних дел, министерство внутренних дел, ФСБ, органы местного самоуправления. В каждом органе местного самоуправления также действуют соответствующие лица, занимаются вот этими вопросами по противодействию коррупции. Также хочется отметить, что федеральным законом закреплено, что все хозяйствующие субъекты обязаны разрабатывать локальные акты по вопросам противодействия коррупции. Там определенный их перечень есть, и в каждом должен быть вот этот акт, соответственно, эти локальные акты должны быть разработаны. Органы прокуратуры также проводим проверки, и в случае их отсутствия также понимаем меры прокурорского реагирования, вносим представление. Какие механизмы имеются для возмещения вреда гражданам и государству в результате коррупционных правонарушений? Органами прокуратуры в соответствии с нормами законодательства выполняются задачи по предупреждению коррупционных правонарушений, выявлению и устранению причинных условий. Также защита и восстановление нарушенных в результате коррупционных прав, свободы и законных интересов граждан и организаций охраняемых законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве, в пределах полномочий, предоставленных законодательством, возмещения вреда, причиненных коррупционными правонарушениями. В качестве примера хотелось бы привести, что за 2024 год, за этот период, насколько уже 9 месяцев прошло, предъявлено более 30 исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму более 100 миллионов рублей. В качестве примера хотелось бы привести, что судом удовлетворено исковое заявление прокурора Жиганского района о взыскании в бюджет муниципального образования с главы района и его первого заместителя, незаконно полученных премий на общую сумму более 400 тысяч рублей. Также недавно удовлетворено исковое заявление прокуратуры республики о взыскании в доход государства имущества бывшего сотрудника государственного органа и членов его семьи, в связи с тем, что стоимость приобретенного им дорогостоящего объекта в недвижимости, транспортных средств, значительно повышала его доходы за период службы. Это было выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении этого сотрудника проводилось. Также были поняты все его справки о доходах и расходах, проведенных анализ, и было выявлено, что у него и членов его семьи имеется дорогостоящее имущество, которое он за период службы, но с его зарплатой он не мог бы объяснить. Каковы сроки применения взысканий за коррупционные правонарушения? Ну, такой вопрос обширный достаточно. Если кратко доложить, то, что в силу федерального закона о государственной службе взыскания за коррупционные правонарушения применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении служащим коррупционным правонарушения, и не позднее трех лет со дня его совершения. Срок давности привлечения к административной ответственности – шесть лет. Ну, а срок давности привлечения к уголовной ответственности – ну, там в зависимости от тяжести совершенного преступления. Ну, и резюмируя, да, вот можно сказать, что единого срока применения определенного взыскания не имеется, так как каждое правонарушение коррупционной правонарушения имеет свой индивидуальный характер, в силу которых применяются соответствующие сроки. Какова роль прокурора в вопросах противодействия коррупции? Ну, на прокурора возложен весьма широкий объем полномочий по осуществлению назора за противодействием коррупции, реализация которых приносит определенные результаты. Как я вот ранее указывал, то, что органы прокуратуры более 100 миллионов рублей мы взыскали за правонарушения, где были за коррупционные правонарушения. Ну, рассуждая непосредственно о правовой основе деятельности прокуратуры по противодействию коррупции, следует отметить, что за последние годы нормативная правовая база в этой сфере весьма активно развивалась. Если некоторое время назад основным законодательным актом в этой сфере являлся уголовный кодекс Российской Федерации, то есть взятки и так далее, в основном устанавливались факты взяток и так далее. А сейчас вот данные стало более обширно, вот эта правовая база, по которой следует надзор за выполнением предписаний антикоррупционного законодательства как государственными и муниципальными служащими, так и сохозяйствующими субъектами. Вот как я ранее говорил, то, что проводим проверки, чтобы непосредственно в каждом сохозяйствующий субъект имел локальные акты по противодействию коррупции. Также прокурор осуществляет профилактическую роль в указанной сфере, координирует деятельность правоохранительных органов, принимает меры по взысканию дохода государства незаконно полученного имущества, мерами прокурорского региона привлекает к ответственности виновных лиц. Ну и вот исходя из изложенного, роль прокуратуры в данном вопросе значительная. Антон Андреевич, спасибо, что уделили время и ответили на наши вопросы. Напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.